Вот, расскажи. Как мы знаем, да, этот год, год возможностей сверхъестественных. Но можно мимо них пройти и пропустить, да. А для того, чтобы не пропустить, надо слушать то, что говорят наши пастыря. Потому что вот 5-го числа был, да, тренинг первый. Это, ну, я сразу говорю, пастырь Андрей сразу же, то, что пастырь Андрей сказал, тут же начинает применять. И вот был у нас вчера тоже тренинг. А кто вчера был на тренинге? Поднимите руку. Кто был вчера на тренинге? Как вам? Ну, Вика, скажи класс. Хочу расскажу секрет, идея моя. Да. Просто, ну, вот я знала, да, пастырь говорил, я знала, что это от него, это идея. Хотя, ну, вот были, это правила денег, да, организовывали это. Я тоже вам большое спасибо, очень было супер. Но я послушна была пастырю, то, что пастырь говорил, что не пропускайте возможности. И может даже для вас, ну, как бы оно... Помните, пастырь Андрей говорил, что некоторые возможности, они вроде бы будут не для вас лично. Помните? Лично не для вас. Но вы все равно их используете. И вот как это сработало в жизни у Юли. Да, то есть я занимаюсь, кто не знает, социальный проект Выбережись, это аборт и его последствия. А тут правила денег, ну, финансы, да, экономия вроде бы никакого отношения не имеет. Ну, вот я пришла, была послушна, не упустить эту возможность. И на этом тренинге была женщина, которая совсем мельком сказала во время тренинга, когда он проходил, что она работает в поликлинике. Я в конце к ней подошла, я говорю, я слышу... А, и еще на Петра Запорожца, то есть это наш район, который мы, ну, охватываем. И я подошла к ней в конце и говорю, вы сказали, в поликлинике, а кем вы работаете? И такая фраза, акушер-гинеколог. То есть это то, что по моему служению вообще. Да, и я говорю, а можно мы будем вот оставлять, ну, свои визитки, флорана, без проблем. Ну, я говорю, там есть у вас стенды какие-то, она вредает, даже у себя в кабинете могу положить, ну, людям раздавать. Это та женщина, которая делает, ну, по сути, простите, но делает аборты, куда все приходят. С те, с кем они хотят работать. Скажите мне, как связаны аборты и правила денег? Они очень связаны, друзья, простым словом, знаете, каким? Почтение и послушание. А мы как раз, ну, Вика, вот моя помощница у меня в проекте, и мы как раз вот, ну, над этим сейчас работаем, чтобы выходить на поликлинике конкретно, и поставить себе цель, чтобы конкретно, ну, идти и охватывать поликлиники, чтобы уже цели направлены. И можно две минутки еще, пользуясь случаем, раз я уже вышла, я хочу, я хотела сегодня... А давай на всем так, давайте сейчас возьмем наши десятины пожертвования, пока Юля будет свидетельствовать. Поблагодарить своих пастырей, пастыря Андрея, пастыря Валю. Сегодня два года, как вы меня приняли, когда, ну, такое предисловие, я пришла в ХСЦ 1 апреля, но потом произошли в моей жизни ситуации, я хлопнула дверью и ушла, когда, извините, сама была в дерьме, и еще и хлопнула дверью и обвинила в чем-то пастырей. Так бывает. Да. Ну, потом, слава Богу... Сама была речи облилась. Да. И то, что сегодня была петь, да, что с тобой я могу уже заново начать, это 100%, да. И вот сегодня два года, когда я вернулась, и пастыря меня приняли, спасибо вам большое. Вы настоящие родители. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, да, потому что, вы знаете, очень важно, но не все пастыря готовы принять, потому что, когда пастыря знает в чем ты, в каком ты дерьме был, не все захотят разгребать, извините, это дерьмо, и отмывать тебя от этого дерьма, и подымать. И не ко всем пастырям ты можешь прийти назад и вернуться. То есть это действительно, ну, пастыря, у которых действительно сердце отца. Я еще раз вам очень благодарна. Простите, что не послушаем, что трудно идут, да, но, слава Богу, идут. Молодец. Так, мы не слушаем, поэтому просто, ну, мой совет, что, ну, где бы вы ни оказались, что бы с вами ни произошло, в каких ситуациях, не бойтесь, не стесняйтесь, что вас не поймут, не примут, эти пастыря примут и поймут. Спасибо большое. Спасибо, дорогие. Итак, друзья, сегодня рождественское служение. Понятно, что не сегодня рождество, но рождественское служение. Я все помню. На тему такую хочу сегодня проповедовать. Я хочу, чтобы вы были внимательны, особо, группа порядка, да? Чтобы вы были особенно внимательны. Итак, моя личность или личность во мне? Еще раз, моя личность или личность во мне? Почему такое название, друзья? Потому что я хочу, чтобы мы сегодня разобрались, что же произошло в день Рождества, точнее, кто родился, родился в праздник, который мы называем Рождество, и что произошло вообще-то в этот праздник Рождества, потому что часто мы об этом, к сожалению, не задумываемся. Итак, внимательно, Петр Владимирович, слушаем. Евангелие от Матфея, 1 глава, 23 стих. Написаны слова. Вот, Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог. Еще раз. Вот Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит Бог. Давайте объясним, друзья, в еврейской традиции, когда человеку давали имя, имя человека напрямую связано с его судьбой. То есть, каково имя человека, такова и судьба. У нас проходили от обратного. Вот я вчера на институте пенсионеров объяснял им. Например, кто знает происхождение, фамилия или историю, как произошла фамилия Кузнецов? Кто-то был Кузнецов. Кто-то был Кузнецов и говорили, а вон там Ваня Кузнецов сын. То есть, раньше имен, вы знаете, не так много было там Ваня, каких вам на деревне 150 Вань. Или Ваня какой, Кузнецов сын? И называли Кузнецов, Кузнецов, Кузнецов. Петров, Петров, Сидоров и так далее, и так далее. Вот оттуда возникли фамилии. В Израиле не так было, в израильской традиции. Человеку давали имя, которое предопределяло его судьбу. Поэтому имя Эммануил означает, буквально в переводе, с нами Бог. То есть, когда одно из имен Иисуса, не удивляйтесь, в украинской традиции мы даем одно имя. Но вообще-то везде в мире, например, в Америке, в Африке, вообще там у человека может быть 7, 8, 10 имен. Там причем так, мама дает одно имя, папа дает другое имя, бабушка одна дает третье имя, бабушка второе, четвертое имя. Свои имена. И каждый называет своим именем, когда приходят. Представляете, какой у ребенка каламбур. Ну, такая традиция. Так вот, короче, одно из имен Иисуса, Эммануил, что значит с нами Бог. И вот я сегодня, друзья, хочу, чтобы мы с вами сегодня поняли, что когда произошло вот это событие, Рождество, когда было возвещено Марии, что у тебя родится сын, вот это событие, на самом деле, рождение Иисуса, оно разделило человечество на две части. Как бы разделило всю эпоху на две части. Ну, кроме того, что там до нашей эры, это одно, это само собой. Но до Рождества Иисуса, друзья, люди верили в Бога тоже. Они верили в Него, они поклонялись, служили Ему, но они верили, что Бог где-то там. Смотрите еще раз, где-то там. Вы никогда не задумывались, почему, ну даже сейчас, почему именно такое имя решил Бог дать своему сыну на земле? Почему он решил сказать, с нами Бог? Потому что до этого момента люди говорили, Бог где-то там, они верили в Него. Они знали, что Он где-то есть, но Он где-то там. Но с приходом Иисуса, Бог предопределил, что с приходом Иисуса, теперь Бог будет не где-то там, а Бог будет с нами, с нами, с нами. То есть, казалось бы, все понятно. Раньше было, Бог был далеко, теперь Бог с нами. Но вы знаете, мы люди такие существа, мы ухитрились или умудрились придумать третье состояние. Знаете, что за состояние? Это когда мы верим в Бога, но верим в Него так, чтобы Он рядом где-то вот тут, но не в нас. Еще раз, мы ухитрились придумать третье состояние. Мы верим теперь, что Бог недалеко, мы верим, что теперь Бог тут, рядышком где-то недалеко, но как бы это я, это Бог. А когда мне нужно, я Его приглашаю в свою жизнь. То есть, к примеру, Иди, Виталий, все. Например, вот смотрите, это Бог, вот там возле колоночки, постой, это Бог. Вы поняли, это Бог, верили, яркий такой. Это Бог, а это я. Теперь я знаю, что Бог не где-то, а я знаю, что Он там, я четко знаю. Скажите мне все, где находится сейчас Бог? Там. Вы поняли? И я знаю, что Он там. И я себе живу, я живу, я строю себе семью. Ой, мне понравилась девушка, класс. О, слушай, мне такая нужна, как раз, мне именно она нужна, все. Я с ней построю семью, все, мы строим семью, мы женимся, все, все, все. И когда начинаются проблемы, я говорю, Бог, а теперь иди сюда. Иди-ка сюда. Слушай, у меня теперь проблемы с семьей, давай порешай. Ты же Эммануил, ты же с нами, Бог. То есть, когда мне тяжело, ты же со мной? Порешали вопросы, а теперь вот там твое место, иди, все. Твой номер восемь. Когда надо теперь спросить. Итак, мы дальше строим, мы дальше строим свою карьеру, мы строим, строим, строим. У нас что-то не получилось, мы говорим, давай сюда. Слушай внимательно, значит, у меня какие проблемы в карьере, порешаешь? Давай, вперед, спасибо, давай, до свидания. Теперь мы дальше начинаем. А теперь я хочу родить ребенка, я рожаю ребенка. Ой, класс, ребенка я так хочу, да я еще не в браке, ну не беда, так хочу ребенка. Все, родился, а потом начинается проблема в семье. И мы думаем, друзья, мы вот походим, это третье состояние, которое мы создали. И нам почему-то искренне верится всем, что так оно и происходит. Откроем одну тайну, друзья, это не так. Бог не собачка по вызову, который будет бегать и прибегать, когда надо. Он суверенный, он святой, он чудный, и он Господь всего. Он не находится там, куда мы ему указываем, где мы ему указываем быть. Он не приходит в нашу жизнь по вызову, когда нам это нужно. У него есть его четкое понимание. У него есть четкая миссия, которую он совершает. И на земле, еще раз говорю, друзья, когда мы говорим, что имя ему Эммануил, что значит с нами Бог, это что-то обозначает. Спасибо, Итаня. Но прежде чем мы пойдем дальше, я хочу показать вам немножко такую визуализацию. Подготовьтесь, пожалуйста. Визуализацию, группа порядка, уберите кафедру, аккуратненько. Я хочу подготовить небольшую визуализацию, чтобы вы увидели это, чтобы вы все посмотрели, и чтобы вы поняли, что же на самом деле обозначает Рождество. Открою вам одну тайну. У Иисуса была мама, но даже она, до рождения Иисуса, она не особо понимала, кто же у нее родится. И вот давайте мы с вами сейчас перенесемся, друзья, на две с чем-то тысячи лет назад, и давайте мы посмотрим, что Рождество произошло. Спасибо, дорогие, присаживайтесь. Как вы думаете? И часто мы догадываемся, друзья, на самом деле, о том, в кого же мы повеяли. И вот эти слова, друзья, Эммануил, что значит с нами Бог, мы воспринимаем часто по-своему. Мы хотим их воспринимать так, что, ну, с нами есть еще такой, знаете себе, помощничек теперь, волшебная палочка, ничего подобного, друзья. На самом деле этот Бог, он имеет свое суверенное право, он имеет свое убеждение, он имеет свои ценности, он имеет свои принципы и правила жизни. Поэтому еще раз хочу напомнить, тема сегодняшней проповеди, моя личность или личность во мне. Итак, третья часть, помните, я вам сказал, третье состояние, друзья, это когда Бог рядом, а мы около Него. Мы так где-то там суетимся, бегаем, выполняем свои дела, при этом не особо-то задумываясь о том, кто такой Бог, мы верим в Него, но живем мы в этой жизни своими собственными суждениями, своим пониманием, своими принципами, своими понятиями о жизни. Мы сами строим свою семью так, как мы хотим, мы воспитываем своих детей так, как мы считаем нужным, мы принимаем решения в жизни такие, какие мы считаем правильными. Но при этом мы верим в Бога. И на самом деле, третье состояние, друзья, это когда Бог живет своей автономной жизнью, мы живем своей автономной жизнью, но иногда, когда нам это очень нужно, мы пересекаемся. И вот именно это состояние, друзья, это состояние тех людей, тех христиан, которые на самом деле не поняли значение, истинное значение Рождества. Они не поняли, кто же родился в этот день. Вы видели сейчас на видео о том, что произошло, то есть в дальнейшем, какое значение Иисус имел для мира, что Он совершил. И когда мы смотрели, кто из вас смотрел фильм «Страсти Христовы», вы видели наверняка, вы говорили, вау, это так здорово, так здорово. Но когда мы говорим о Рождестве, мы почему-то разделяем два этих события, как будто Рождество это один родился, а умер за нас совершенно другой человек. Друзья, родился, жил, умер и воскрес один и тот же человек. Кто из вас слышал такое слово «Евангелие»? Вы знаете, что слово «Евангелие» переводится как «Добрая весть». Но никто не знает, почему же назвали «Евангелие». «Евангелие», друзья, имеет значение, это слово, которое имеет четыре значения. Оно обозначает, «Евангелие» обозначает рождение, «Евангелие» обозначает жизнь, «Евангелие» обозначает смерть и «Евангелие» обозначает воскресение. То есть слово Евангелие объединяет в себе 4 этих понятия. Оно объединяет в себе жизнь человека, Евангелие это жизнь человека, начиная от момента его зачатия и заканчивая моментом его жизни в вечности. То есть другими словами, Евангелие это жизнь или повествование не просто о жизни Иисуса, а о том, как он родился, почему он родился, для чего он жил или как он жил, почему и ради чего он умер и как он воскрес в вечной жизни. И когда мы говорим, друзья, о Евангелии, мы должны понять, что Бог, называя, или говоря о своем Евангелии, или говоря о жизни Иисуса, Он на самом деле хочет, чтобы каждый из нас, мы спроецировали слово Евангелие на себя, на свою жизнь. На свою жизнь, друзья, каждый из нас мы родились. Мы родились в своих семьях, и знаете, кто-то родил себя, там говорят иногда мамы, говорят, ой, хочу родить себе сына, или хочу родить себе ребеночка. Что грустно, скучно, хочу родить ребеночка. Некоторые девушки, там, знаете, кто еще не замужем, не хотят родить, хотят себе усыновить или удочерить. Для чего? Ну так, чтобы, знаете, вот, чтобы был ребеночек, все-таки хорошо, здорово, когда с ребеночком не одна. Слушайте, друзья, откроем одну тайну. Вы знаете, что когда ребенок рождается в этот мир, у него должна быть судьба. У него должна быть судьба. К сожалению, из-за того, что наши родители, большинство из нас, наши родители, они не знали Бога, поэтому, когда мы родились, мы родились, знаете, на радость и утеху нашим бабушкам, дедушкам и родителям. И многие из наших родителей, они воспитывали нас для судьбы, которую сами себе придумали. Они придумали, ой, мой сын там должен быть таким, таким или таким, моя дочка, она должна быть такая, такая, она должна выйти замуж тогда-то, за того-то и так далее. Друзья, это не так. Поэтому Бог в нашу жизнь, Он принес еще одно рождение, то, что называется рождение свыше, которое происходит в момент покаяния. Вот это то, что у вас происходило сегодня. В момент покаяния человеком происходит рождение свыше. Но не просто рождение, а уже рождение, друзья, в котором вот это местописание играет самую главную роль. Посмотрите на него еще раз. С нами Бог. То есть теперь не просто я родился один, а теперь я родился свыше, а значит, теперь во мне родился вот этот Эммануил. Он находится во мне. Теперь давайте я задам вам вопрос. Ради чего жил Иисус? Ради чего Он жил? Он жил ради людей, правда? Он учил людей, Он любил людей, Он заботился, Он показывал пример другим людям, как правильно жить, ради чего нужно жить. Так это или нет? Друзья, в чьем жизни, в чем сердце Иисус в момент рождения свыше, Он возродился, Он начал жить заново. Есть такие здесь люди? Тогда у меня вопрос, как вы думаете, для чего Он собирается жить в вашей жизни? Серьезно? Но практика показывает противоположное. Практика показывает, друзья, что после покаяния большинство верующих людей продолжают жить какой жизнью? Сергей Иванович, какой жизнью продолжают жить? Своей. По своим понятиям, по своим убеждениям, по своим принципам. Живут так, как я считаю нужным. Вопрос, а где Богу находиться в этот момент? Виталик? Понятия, простите. Вы поняли? То есть, вы как бы, вы поняли, мы получили покаяние. При покаянии мы получаем рождение свыше. И мы говорим, теперь Эммануил. Что значит, со мной теперь есть Бог. Бог, ты со мной, поэтому место твое там. Еще раз, когда тебя нужно, мы тебя спросим. Понял? И именно так, друзья, вы что думаете, что так Евангелие? Тогда Евангелие должно быть написано по-другому. Евангелие должно было быть написано так. Все рассказывается о Рождестве Иисуса. Потом рассказывается об истории израильского народа без Иисуса. Вы поняли? Без Него. И только в какие-то моменты, когда там тяжело, Иисус появляется на сцене. И тут появился Иисус. Появился Иисус, сделал чудо. Вау, 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 сделал чудо. И опять Иисус ушел. А израильский народ себе живет. Ничего подобного. Кто из вас когда-либо читал какое-нибудь Евангелие? Хотя бы из четырех читали? О ком? О ком там повествуется в каждой главе? Об Иисусе. То есть, смотрите, когда Иисус появляется в жизни человека, возрождается. Он вообще-то должен быть на каком плане? На первом плане должен быть в жизни человека. Поэтому и говорится, что Эммануил, что значит с нами Бог. Но вот это слово с нами, мы воспринимаем его очень по-своему. Мы воспринимаем с нами, это знаете, такой при нас, такой денщик. Кто военный, знаете военные термины? Денщик. Это тот, который там подает воду, чистит сапоги и так далее. То есть, такой служавый. Тот, который помогает. Мы думаем, что с нами Бог, это означает, что Он при нас помогать нам будет. Ничего подобного. Когда мы говорим о жизни Иисуса, это значит, жизнь с Иисусом с нами. Бог, это означает, Он на первом плане теперь должен жить. И смерть, когда мы говорим о смерти Иисуса Христа, это означает, ради чего умер Иисус? Ради кого умер Иисус? Ради кого Он умер? Ради людей. Для того, чтобы спасти людей. Друзья, смерть это кульминация, это высшее проявление любви. Правда? То есть, мы говорим, например, там, кто-то умер, вот сегодня, например, сейчас идет, в зоне АТО, идет антитеррористическая операция. За что там умирают люди, друзья? За Родину. За Родину, ну, высоко в курсе вообще-то. За Украину. Пускай, неважно, сейчас я не говорю о политических рассуждениях, за ту Украину, не за ту. Но они умирают, как выяснили, не за свой огород. Они умирают сейчас не за, не за преступление. Они не совершили преступление, вы в курсе? Это несмертная казнь для них там в зоне АТО. Кто курсит? Они пошли добровольцами туда. Вопрос так, за что они умирают? За страну, за людей, за нас с вами вообще-то. Вопрос, за кого умер Иисус? То есть, Его смерть символизировала того, что человек и высшая кульминация, высшее проявление любви человека должно быть что? Готовность даже умереть за других людей. Теперь, внимание, вопрос. В жизни христиан, многих, ради чего они умирают? Они не умирают. Они не умирают. Они готовы на все. Даже Бога некоторые готовы оставить, лишь бы сохранить свою семью. Лишь бы сохранить. Мы готовы предать, друзья, потому что так надо. Так надо, так надо сейчас, поймите. Я сейчас отойду на пять минут от Бога, а потом опять к Нему вернусь. Мы сегодня, друзья, мы же не готовы вообще. Мы, в принципе, не доходим до состояния более того, ладно ради себя. Ради кого умер Иисус еще раз? Ради других людей. Ради других людей. Для кого мы проживаем большую часть своей жизни? Для себя. Для себя. То есть, вы хотите сказать, что Рождество Иисуса произошло в вашей жизни? Поймите, вслед за Рождеством Иисуса, что последовало, Сережа? Его жизнь. Правильно? Друзья, еще раз. Вслед за Рождеством обычно следует жизнь. Кто говорил из вас, Христос народуешься в Слови Моему? Говорили? Кто из вас сказал, Слава Иисусу, Иисус родился. Ныне родился нам Спаситель. Кто говорил, Иисус, войди в мое сердце, будь мой Господом и Спасителем. Родился он в вас? Друзья, откроем страшную тайну. Так теперь он еще и жить хочет там. Поймите, когда Иисус рождается, он еще хочет жить. Когда вы родились, вам хочется жить. Хочется жить. И Иисус, если он родился в нашем сердце, то теперь он хочет, знаете, что сделать? Жить. А жить, это значит, он хочет выйти на первый план нашей жизни. Он хочет проживать в нашей жизни свою жизнь так, как он бы ее проживал. А как проживал Иисус? Он служил людям. Он помогал людям. Он жил для этих людей. Он для людей что-то совершил. Поэтому поймите, друзья, праздник Рождества Иисуса, который мы празднуем, это не просто мы празднуем праздник такой, Иисус, знаете, раз в жизни, там, или раз в год, Иисус, привет, дай пять, с днем рождения тебя, брат, пока. И ушли на год, как подводная лодка, в свое собственное плавание. Нет, если мы пригласили, если Он рождается в нашей жизни, если мы говорим, Христос народился, что славимого, слово славимого, вы знаете, что это не означает, ну, одно действие, пославил его чуть-чуть и все. Славимого, это продолжительное действие. Это означает, до следующего Рождества, что мне нужно делать? Сделать все, что прославляет его имя. А что значит прославляет имя? Сделать все, что напоминает людям ту же самую жизнь, которой жил Иисус на этой земле. Любить людей, понимать людей, прощать людей, принимать людей, миловать людей, служить этим людям. Так Иисус жил. Так вот, поймите, вся наша жизнь после Рождества, до следующего Рождества, должна быть посвящена чему? Вот такой жизни. Теперь, внимание, вопрос ко всем, на логику. Знаете, как помните, у нас была при Советском Союзе задача со звездочкой. Внимание, на логику вопрос. Так почему в жизни христиан бывают проблемы? Чтобы не засыпали. Нет, почему бывают? Не для чего, а почему? Потому что там живут они. Потому что в своей жизни, после Рождества, живут они, вот и все. Они живут, они живут так, как они хотят. При этом, знаете, в чем прикрываемся, говорю, это моя личность. Серьезно, друзья, а где была ваша личность, когда вам совсем было? Есть кто-то здесь бывший наркозависимый? А, о, кстати. Вот Господь сам. Вот питали в такой вопрос, я. Это совсем было. Готов был, все, что хочешь? Бабкам ездили, отмаливают. Слушайте, когда у человека проблемы, мы на все готовы. Пока у нас проблема. И мы ждем Иисуса, мы не считаемся днем. Но когда он рождается, мы говорим, а теперь Иисус, спасибо тебе, отойди. То есть ты мне помог, а теперь иди погуляй. Друзья, так не бывает. Поэтому нам нужно задать себе простой один вопрос. Я его буду задавать, и потом мы будем молиться об этом. Задайте вопрос, после рождения Иисуса, после рождения вас во Христе и Христа в вас, после этого вопроса, кто должен проживать в вашей жизни? Вы или он? Вы своими понятиями, ценностями, правилами, принципами? Или же он должен начать жить теперь в вашей жизни своими правилами, принципами и так далее? Кто из вас мечтает, давайте так, мы все однажды умрем. Ну, наше тело. Скажу так, наше тело, оболочка, она однажды у всех умрет. Это факт. Девушки дорогие, даже не сопротивляйтесь. Посмотрите в зеркало 10 лет назад на себя, и сейчас вы поймете, что вы стареете. Да, в конце. Вы поймете все, что вы стареете. Мы все стареем, у меня в морщинке на лбу появились. Мы все стареем, и мы все умрем. Радостная новость вам, друзья, в Рождество. Мы все умрем. Ура! Так вот, друзья, когда мы умрем, наша жизнь, ну, наша, мы, личность, она же на самом деле не умирает никуда, она остается живой. Только вопрос, куда она пойдет? Раскрою вам одну тайну, слушайте внимательно. Тайна воскресения людей, тайна воскрешения, тайна вечной жизни человека, сокрыта, внимание, не в том, чего хочет он, а она сокрыта в том, как он жил. Внимание, мы не поняли. Еще раз. Тайна воскресения, или куда воскресает человек, туда или туда, определяется его чем? Жизнью, как он жил. Вопрос, что предопределило воскрешение Иисуса Христа, и то, что он, написано, сидит, одеснуя отца сегодня на небе? Жизнь его на земле. Его жизнь на земле предопределила. Внимание, вопрос, что или куда приведет человека жизнь, когда после рождения вне Иисуса Христа он отодвигает его туда, и говорит, ну что, теперь поживем. Я уже не наркоман, все, я уже не умру, Бог меня освободил от алкоголизма, Бог освободил от наркотиков, Бог восстановил мою семью, теперь зажигаем. Внимание, друзья, что будет, когда тело такого человека умрет, куда он воскреснет? Бог его отодвинет вниз. Он воскресает вниз. Он воскресает только вниз. То есть вниз, там, вот, там живут люди, которые эгоисты, которые жили для себя. Там они живут по полной программе. Только вот там, друзья, знаете, плохо ли быть эгоистом? Хочу вам сказать, эгоистом быть очень классно, пока вы один. Но как только на вашей тропе встречается еще один эгоист, вот это опасная штука. Помните, была такая сказка, это про двух баранов, которые встретились на узкой горной дороге? Козлы. Козлы. Или, помните, на узком мостике встречаются. Друзья, когда встречаются два эгоиста, открою вам тайну, почему в аду плохо, рассказываю, потому что дьявол эгоист. И он точно не будет угождать вам. В принципе, в аду все строится по такому принципу. Вы чего-то хотите? Да, у вас этого не будет. Еще раз, вы чего-то хотите, у вас этого не будет. Есть такая одна притча, я не знаю, вы знаете, притча о райе и аде. То есть две комнаты, на одной написано рай, на другой ад. Заходит человек в одну комнату, там где ад написано. И знаете, что там? Там, короче, такой стол, шикарный, просто там, я не знаю, там оливье, ну все, короче, все на этом столе. Все шикарное, слушайте. И у каждого есть ложка, но вот с такой ручкой. И, короче, человек, знаете, он зачерпнуть может, спасибо, он зачерпнуть может, а в рот положить не может. Он выходит, человек, заходит в другую комнату, там написано рай. Там тоже такой же шикарный стол и такие же приборы. И смотрите внимательно. И знаете, что, там почему рай говорит, а почему же это рай, чем отличается от ада? А там люди зачерпывают и другому дают свою ложечку покушать, а тут и друг от друга. Вы поняли? Так что такое ад, друзья? Это там, где живут эгоисты. Смотрите, после рождения Иисуса с нами Бог. Если Бог с нами, друзья, что это означает? Что кому жизнь должна теперь быть посвящена? Богу. То есть теперь кто должен проживать? Чьи ценности, чьими ценностями мы должны жить? Богу. Как строить семью так, чтобы она не развалилась? По его ценностям, его правилам и понятиям. Внимание, почему христиан разваливаются? Семьи? Мы родились, а теперь иди погуляй. Как это на этом? Веселись с ванина от рубля или как? А? От рубля и выше. Гуляй в ванина, от рубля и выше. Вот это, друзья, это проблема. Мы же так и живем свою жизнь. И потом мы задаем вопросы. Ну почему у нас проблемы? Ну откуда они возникают? Все очень просто, друзья. Смотрите, когда Бог рождал Иисуса, слушайте внимание, Он сказал, и нарекут Ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. У меня вопрос такой. Как вы думаете, если вы в одной лодке и лодка тонет, и с вами Бог? У вас есть проблемы? Нет. А если вы в лодке, лодка тонет, то с вами нет Бога. У вас есть проблемы? Вопрос, почему у христиан бывают проблемы в жизни? Бога нет. Бога нет. Парадоксально. Но это правда. Именно по этой причине у нас возникают проблемы. Как же мы убираем Бога? А мы говорим, ой, это классно, 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 но я его люблю. Мне все равно, что вы мне скажете, я его люблю. Все. Я буду с ним жить, не без разницы. Да, я знаю, что это неправильно, но я буду так жить. Вот у нас ситуация, мы с женой сейчас помогаем, девушка вчера звонила, я ее знаю, уже лет 15, по-моему, мы ее уже знаем, поехала, знаете, в другую страну, и, знаете, уже все, вне церкви, церкви рядом нету, нету ни пастора Андрея, ни пастора СНД, никого нет, буду делать, что хочу. Родила себе ребенка, одного родила ребенка, потом с этим хочу пожить, и пишет письмо, пастор, что мне делать, так тяжело. Пасторе, слушай, не выходи замуж, не надо. Пишет, через год, ну, через год пишет письмо, пастор, здорово, вы мне правильно все говорили, год прошел, я вас не послушалась, я все равно вышла замуж. Теперь помогайте мне. Вопрос, зачем тебе помогать? Почему кто должен тебе теперь помогать? Если все равно сделала то, что ты хотела. Вот так и у нас в жизни бывает, друзья. Мы говорим Эммануила, что значит с нами Бог, но при этом сами ему что? Отодвигаем плавно в своей жизни. Но перед смертью мы все говорим, Господь, иди сюда, иди бегом, 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 иди сюда, я же умираю уже, все, ты же, ты же со мной родился, я же христианин, да, правильно? Я же родился, все, все, Иисус, я веришь в воскресение. Но друзья, в воскресении, еще раз объясняю, направление воскресения человека определяется не нашим желанием, а чем? Образом жизни. То, куда воскресник человек, еще раз повторюсь, определяется образом жизни, а не потому, что бог дурной милостивый любящий придет в любой момент всегда спасибо садись если что я позову еще например давайте приведу вам пример быстренько второе послание коринфянам 6 глава 16 стих 2 послание коринфянам 6 глава 16 чтобы не думаешь это я сам себе придумал и так написано какая совместимость храма божьего скидалами ибо вы кран бога живого как сказал бог вселюсь в них в момент рождества рождения свыше и уходить в них и буду их богом и они будут моим народом это правда или нет ну и нет друзья это правда но это истина но это не правда правда друзья жизни другая чуть-чуть правда жизни такая что тогда был приходит жизнь человека моему туда попали отправляем а здесь мы еще microwave почему вы такая совместимость совместность храма божьего скидалами что как о храм божию храме божьем шофатчин но кому бог и он говорит какая совместимость у храма божьего скидывали что такое играл единовал же стать все семья эти работа карьера и так далее так далее то что выставим прежде всего туда скажешь что получается себя верующей карьеры не надо да нет карьера у вас тоже будет только у вас будет карьера которая вы будете прославлять бога вот примеру на дня буквально позавчера умер известный такой господ певец пол кауч я не знаю может быть это слышал или нет или не попал анти каучу извините анти кауч вот у человека вот например серёжа грэмми это в области музыки хорошая награда представлено было 6 грэмми то есть у него хорошая карьера была хорошая но при этом он кого прославлял своей жизнью бога вы думаете он был бедный нет но он прославлял своей жизнью бога то есть в боге есть карьера но он говорит какая совместимость храма божьего скинулами то есть как может человек который покаялся жить сам для себя после того как он показал как он может жить по своим собственным принципам убеждениям и понятиям и вот именно это друзья к сожалению сегодня христианцы выходит на первый план все нормально пока ты не тронешь человека за его больные места пока ты не объяснишь ему то что слушает нельзя так жить то есть ты живешь ты рукаешься матом как нельзя это мой личный тело не трогайте мне кто вы такие люди никто собственно говоря но пол который живет в тебе он говорит что вы теперь храм божий храм духа святого как вы думаете храм божий ну как чем пахнет от человека на следующий день после того как он отметил нового чем пахнет перегаром представьте себе что вы заходите в храм и там все пахнет перегаром вы подходите батюшка он у вас ну вы можете себе такое представить но ведь именно так друзья выглядим и мы на следующем утро рассмотревшись с вечера порнухи я помню я так знаете вы знаете я не церемонию с выражениями также есть именно так выглядим выпусы только поругались с кем-то после того как на наорали на кого-то в трамвай мы приходим господь так и происходит к сожалению он говорит вселюсь в них то есть с нами бог да вселюсь и буду ходить с ними то есть с ними бог подразумевает что он с ними но впереди вы поняли со мной на впереди то есть я теперь за ним вот что он подразумевает вселюсь в них и буду ходить с ними то есть я впереди они за мной и буду их богом вы поняли богом поэтому он впереди бог всегда впереди а они будут моим народом то есть теми которые за мной но опять же мы что хотим друзья я покаялась вся жизнь теперь моя в моих руках мы даже не на самом деле спасибо если что еще позовут заканчивал простой вопрос кто проживает вашу жизнь ваша личность с ее собственным мнением и ценностями или же личность божья с ее ценностями мнениями и целями друзья задайте себе этот вопрос и пока вы думаете об этом катя подготовь видео пожалуйста пока вы думаете я хочу вам прочесть 2 послание тимофея 3 глава не надо его открывать я прочитаю 2 послание тимофея 3 глава с 1 по 7 стих чтобы не думали что это я придумал новую теорию рождества давайте вам открою друзья что бог думает по поводу того о чем мы сегодня говорили слушать меня все внимательно слушайте внимательно второе послание тимофея 3 глава с 1 по 7 стихи знаете же что в последние дни наступят времена тяжкие почему они будут тяжкими слушайте друзья бог назвал эти времена тяжкие из-за нас с вами да можно назвать его головы бог называет эти времена тяжкие друзья из-за нас с вами тихонечко не обращайте на них внимание они себе делают вы слушайте почему тяжкие времена ибо люди будут самолюбивы сребролюбивы горды надменный злоречивый родителям непокорный неблагодарный нечестивый не дружелюбный непримирительный похоже на что-то не спасибо непримирительный клеветники невоздержанный но я уже не могу все я уже не могу я уже все я уже полгода первую все мне уже пора замуж я уже не могу терпеть невоздержанный жестокий нелюбящие добра предатели наглый напыщенный более сластолюбивы нежели боголюбивы то есть любим больше то что бог дает чем его самого часто человека поста помолитесь за мою работу помолился чуть о воскресенье было работа появилась речу теперь все спасибо так вот и даже бог дал тебе работу спасибо я же сказал имеющие вид благочестия силы же то есть суть его отрекшиеся и дальше он говорит слушайте сам бог говорит все слышат меня внимательно бог говорит таковых удаляйся как вы думаете друзья поступает бог когда мы живем свою жизнь после рождества его нашей жизни так как мы хотим как вы думаете он удаляется именно по этой причине говорит другим людям таковых удаляйся удаляйся таких людей и он сам тоже что делает он говорит удаляйся по моему примеру как я делаю я таких удаляюсь кси принадлежат те которые вкрадываются в дома обращают женщин и мужчин том числе утопают в своих грехах водимые разными похотями всегда учащийся но никогда не могущий дойти до познания истины друзья что такое что есть познание истины познание истины это есть когда человек понимает когда ему сказано что из зло что добро и между злом и добром он что выбирает добро выбирает это означает делает его это не означает что вы идеальны становитесь нет не идеальный но вы хотя бы старайтесь это сделать вы не говорите ну я же не идеальный тупо делаете зло вот что значит достигнуть познание истины достигнуть познание истины это значит когда ты видишь что это плохо ты всячески стараешься от этого что сделать убежать а не объяснять пастору что пастор вы меня не понимаете как мне сейчас тяжело.